Здравствуйте! В эфире программа «Знакомые лица». И сегодня у нас в гостях генеральный директор ОАО «ЭЛАРА» Андрей Александрович Углов. Здравствуйте, Андрей Александрович! Здравствуйте, Юля! Андрей Александрович, мы познакомились с вами, ну, наверное, около пяти лет назад. Вы тогда пришли на «ЭЛАРУ» молодым, амбициозным человеком. Вот скажите, пожалуйста, вот с тех пор, что изменилось, кроме возраста, конечно, молодежные вот эти амбиции, они как-то исчезли, поменялись? Амбиции, конечно, не исчезли, но если отвечать на ваш главный вопрос, конечно, за четыре года, а вот в марте как раз исполняется четыре года, как я руковожу «ЭЛАРА», конечно, появился просто колоссальный опыт. Конечно, я стал взрослее, мудрее. Солиднее в чем-то даже. Вот о себе. Как бы такие вещи говорить не хочется, люди сами дают характеристику. Но, на мой взгляд, основные качественные изменения, они такие. Это возраст, опыт и задел на будущее. Что касается амбиций, вот, амбиции продолжать раскручивать маховик, продолжать раскручивать предприятие, чтобы оно являлось не одним из лидеров отечественного приборостроения, а было лидером. То есть, наращивать объемы производства продукции, выходить на новые рынки, запускать новые изделия, расширять производство, увеличивать штат. В общем, во всех смыслах слова – расти, расти, еще раз расти. И пока на протяжении четырех лет, я считаю, «ЭЛАРе» это отлично удается. Вот приведу две цифры, показатели, о которых можно, в принципе, судить, о том, как работает предприятие. Выручка «ЭЛАРы» за 2009 год составила 2 миллиарда 800 миллионов рублей. Вот по итогам работы за 2013 год мы вышли на объем продаж 5,9 миллиарда рублей. Здорово. Рост, ну, как видите, в два раза. На лицо, да. Но мы на этом останавливаться не планируем. У нас сверстаны планы на 2014 год, и мы должны вплотную приблизиться в этом году к цифре в 7 миллиардов рублей. Вот. А вообще готовимся к тому, что в перспективе наши площади, наши возможности, наши производственные мощности должны быть к выпуску продукции. Ну, вот если оценивать в деньгах, то, в принципе, это планка 10 миллиардов рублей. И хочу сказать, что эту планку в свое время обозначал еще в начале 2000-х годов основатель завода Глеб Андреевич Ильенко. Он эту планку ставил, озвучивал всем. И, значит, «ЭЛАРа», я считаю, должна всегда двигалась к этому вот заветному значению. И будем продолжать двигаться. Вот говорят, поднять планку не так трудно, удержать ее тяжело. Вот удается удерживать планку, как я поняла. За счет чего вы ее держите? Мы планку не то что удерживаем. Мы все время ставим для себя новые цели, открываем новые горизонты. То есть вы такие спортсмены? Мы спортсмены. Ну, и вообще, мы живем в современном мире. И отрасль, в которой мы работаем, является высокотехнологичной, достаточно динамично изменяющейся. Здесь стоять на месте – это безнадежно отстать. Чтобы стоять на месте, надо бежать. И мы бежим изо всех сил. А если говорить про ЭЛАРу и про что же такое ЭЛАРа, то это люди, это коллектив, это школа. В следующем году завод будет отмечать свое 45-летие. И вот те накопленные традиции, тот опыт, тот дух, который сформирован на заводе, он позволяет достигать всех тех амбициозных целей, которые мы ставим. Но если заглянем чуть в прошлое, ведь когда 4 года назад вы пришли впервые на завод, многие настороженно отнеслись к вам. Да, хорошо, внук Ильенко. Да, молодой. Да, умный. Да, закончил не одно учебное заведение и как бы себя уже показал. Вам все-таки пришлось немножко доказывать людям, что вы не только внук, но что вы еще сами по себе Андрей Углов. Из себя что-то представляете. Вот тяжело было переломить старую гвардию. Потому что ведь у вас много осталось старых специалистов. Ну, я бы сказал, что вообще обновление коллектива, оно вообще идет постоянно. Это процесс нормальный, процесс... Это жизнь. Это жизнь. Не поменяешь. Люди стареют, люди уходят на пенсию. Ну и вообще, когда приходит новый руководитель, это абсолютно нормально, что часть команды, она меняется. Иногда бывает так, ну вот, если мы говорим про республику, про субъект Российской Федерации, например, да, то обычно меняется правительство целиком. Здесь же такой смены на Эларе не было. Вообще, по моим прикидкам, за 4 года моего руководства состав руководящий обновился процентов на 30. То есть... Наверное, это не очень много все-таки. Я считаю, да, эта цифра очень вменяема, очень понятна. Вот. Возвращаясь к вашему вопросу о том, как я себя ощущал, пришел, то есть нужно ли мне было завоевывать... Доверие. Доверие, да, безусловно. Люди восприняли тогда приход на осторожность. Ну, вообще, люди всегда встречают перемены с осторожностью, да, а что это нам грядет, а будет хорошо, да, а может быть, зачем он пришел, а может быть, он хочет закрыть завод, а вообще, какие цели. Вот. Ну, я считаю, что 4 года плодотворной успешной работы предприятия, они все-таки говорят о том, что в правильном направлении мы движемся. Правильной дорогой идем товарищи. Да, дорогой идем товарищи. Вот, в принципе, те слова, которые хочется повторить. Андрей Александрович, вот раньше, если судить по фильмам, по книгам, да, должность директора крупного завода, это была такая, ну, мощная фигура, скажем, человек, который обладал огромнейшим авторитетом, и его слово было «закон». Сегодня слово директора «закон» или все-таки слово окончательное за акционерами? Значит, акционеры реализуют вот эти две основных задачи. Назначить генерального директора, назначить, избрать совет директоров. Значит, дальше генеральный директор работает. В течение года он подотчетен совету директоров, он защищает бюджет на этапе его планирования. Вот мы составили план на 2014 год, вынесли бюджеты на совет директоров. Совет директоров сказал, хорошо, вот, план принимается. И дальше генеральный директор отвечает за его исполнение. Но все равно приходится работать немножко с оглядкой. То есть вот самостоятельно принимать какие-то решения не получается? А я бы сказал, в самом тесном контакте. И это нормальное, как раз нормальное функционированное общество. А свободы не хочется, Андрей Александрович? Я считаю... Полной свободы. Вы знаете, в уставных документах общества и вообще в законе об акционерных обществах очень четко прописаны полномочия мои, как генерального директора. И полномочия... Вот есть, ну, например, крупные сделки, которые я должен до какого-то порога значения. Это моя компетенция, значит, я могу действовать самостоятельно. Дальше согласование за совет директоров. Основная цель, в принципе, этих вещей сводится к тому, чтобы снять риски. То есть, чем более рискованное решение, тем более коллегиальным оно должно быть. И мне кажется, это очень логично. Это правильно. Поэтому я считаю, что свободы у меня, как у руководителя в принятии решений, более чем достаточно. Вот. Не могу пожаловаться. То, что мне не хватает каких-то компетенций, я должен постоянно обращаться и мучить совет директоров. Считаю, что у нас все достаточно сбалансировано. Я работаю, я отчитываюсь перед советом директоров, ежегодно отчитываюсь на собрании акционеров, которые у нас... Кстати, вот весной, вот, наверное, в апреле уже, да, должно быть собрание акционеров? В ближайшее время должен состояться у нас совет директоров, и, я думаю, где-то в середине мая, как обычно, будет проведено собрание акционеров. Обычно подводятся итоги весной, прошедшего года. А вот с чем Элара выходит в Новый год? Вообще, если мы говорим о периоде в 4 года и брать 2013 год, вообще он состоялся, и я бы сказал, этот год был наиболее успешным. Несмотря на цифру 13. Из той четырехлетки, да. Мы по объемам, по выручке от продаж выросли практически на миллиард рублей. В прошлом году выручка составила 4,8 миллиарда рублей, а по итогам 2013 года мы вплотную приблизились к цифре в 6 миллиардов, а если точнее, 5-9 миллиардов. Это выручка. Но акционеров интересует обычно второй показатель. Выручка – это хорошо, а акционеров интересует прибыль. Так вот, по чистой прибыли мы также отлично сработали. Показатель этот увеличился на 24%. То есть даже более опережающими темпами вырос по отношению к выручке. И составил порядка 400 миллионов рублей. Понятно. А трудовой коллектив интересует, прежде всего, конечно, наверное, зарплата. Зарплата выросла? Да, мы ежегодно проводим индексацию заработной платы. Значит, в этом году, в году, точнее, ушедшем, зарплаты были проиндексированы на 7%. Значит, мы по итогам работы за год выплатили так называемую 13-ю зарплату. Ну, и, понятно, есть премии, которые выплачиваются на протяжении, ну, людям на протяжении всего года. Это какие-то конкретные задания. А вот какие социальные гарантии вы даете у себя на предприятие? Вот социальный пакет какой-то есть ведь у вас? Ну, начнем с самых молодых, кто приходит к нам на предприятие. Молодежь. Во-первых... Молодежь, кстати, много приходит сегодня на завод? Вообще, средний возраст работающих на предприятии чуть больше 41-42 года. Цифра немножко плавает. Как-то это уже все-таки не молодежь. Это, наверное, уже все-таки средний возраст, нет? Это средний возраст по предприятию. Но я говорю о том, что, и мы с вами с этого начинали, работа на предприятии – это жизнь. Понятно. Хорошо. Люди стареют, уходят, приходят новые. Безусловно, определенные структурные сдвиги по составу, да, то есть нельзя сказать, что у нас ровно 10% – это возраст такой, еще 10%. То есть это была бы идеальная ситуация. Определенная сдвижка в более возрастную категорию людей, она возникла в 90-х годах. Сейчас, по итогам этого года, я буквально недавно подписывал заявки на прием персонала. Мне говорят, вот пошло движение. Я говорю, а что происходит? Я говорю, люди уходят. Нет, говорят, вот массовое выбытие пенсионеров началось. Это вот, знаете, как говорят сейчас, бум рождаемости, да? Почему? Потому что сейчас рожают те, кто был рожден в 80-х годах. Их было много, поэтому сейчас много детей. И вот на предприятии сейчас… Почему массовое выбытие? Потому что вот в какой-то период структура персонала, она вот такая, так сформировалась, что больше стало вот этого возраста. Сейчас эти люди уходят, на их место приходит молодежь. Я думаю, что структурно, вот средний возраст, он должен немножечко пасть в этом плане. Молодые люди, которые приходят к нам, устраиваются на работу… После вузов сразу. После вузов. Часто создают семьи, и семьи на нашем предприятии. У них рождаются дети. Так вот, каждому молодому родителю мы на предприятии выплачиваем 15 тысяч рублей в связи с рождением ребенка. Здорово. Если два родителя работают на предприятии… То 30. То 30. Здорово. А если у них родилось двое детей, то 60. Слушайте, замечательно. А если трое, прибавим еще 30. Поэтому приходите на Элару, создавайте семьи. Рожайте детей. Рожайте детей, а Элара будет этот процесс всячески поддерживать. А пожилым людям как вы помогаете? Говоря про другие социальные обязательства, у нас, я считаю, достаточно социально ориентированный коллективный договор, который мы в этом году будем пересматривать. А в связи с чем будете пересматривать? А он обычно утверждается на трехлетний период. То есть какие-то изменения все-таки будут, да, вноситься или просто… Будем обсуждать с коллективом. Обычно профсоюз обращается к администрации с каким-то предложениями. Администрация их рассматривает, принимает. У нас бывают встречные предложения. Мы выплачиваем 10 тысяч рублей, такая вот премия, пощения в связи с достижением пенсионного возраста людям. На предприятии действует вообще, я считаю, лучший совет молодежи в республике. Вот по итогам, подводили итоги за 2013 год, наш совет молодежи занял первое место. А в чем он отличился? В 2012 году занял второе место, в 2011 году первое. Что они сделали, ваши молодежи, что вот такие вот результаты? А вы знаете, там достаточно сложная система оценки. Прежде всего, это активные ребята, которые, значит, собираются, реализуют ряд мероприятий, спортивных, творческих, организовывают соревнования. Знаете, как такая самоорганизованная сила, которая не на бумаге, а действует. А когда реальная сила действует, она начинает притягивать к себе людей. Понятно. Вот я считаю, ребята у нас очень активные. Не дают они скучать. Не дают скучать. Администрация со своей стороны предприятия всячески это поддерживает, и финансово, и организационно. Люди у нас имеют возможность заниматься спортом. Мы сейчас арендуем дорожки в четырех, или, по-моему, в пяти даже бассейнах нашей республики. С удовольствием платят. Для сотрудников. Да, но у нас есть специальное соглашение, по которому абонементы определенным образом распределяются в коллективе. Есть специальная методика, правила. И человек платит 20% стоимости, а 80% платит предприятие. Ну, я считаю, такой дисциплинирующий фактор, когда ты сам платишь хоть чуть-чуть. Ну да. И ты сам заплатил, ты уже пойдешь. Ты уже не позволишь себе пропустить и сказать, а-а-а. Предприятие платит. Да, предприятие платит. Вот мы стараемся, чтобы немножко вот эти финансовые затраты были распределены. У меня есть знакомые, которые работают на вашем предприятии, и они говорят следующее о том, что с приходом Углова у нас такой порядок на предприятии. У нас во многих цехах ремонт провели, у нас музей замечательный на предприятии, и внешний облик завода изменился. Вот все-таки достаточно много средств вы вкладываете в это. Ну, я бы сказал, даже средства просто колоссальные вкладываются. Обычно ведь на это жалеют. Вот, вы знаете, еще Глеб Андреевич в 90-е годы говорил, а время было непростое, когда, в принципе, предприятия вообще боролись за выживание. И вот тогда... Не до красоты было. Не до красоты было. И вот когда появились первые контракты, первые расточки того, что вот жизнь начала как-то теплиться после... Это конец 90-х годов. Пошли первые деньги, и на заводе тогда уже в конце 90-х годов начали активную и реконструкцию, и ремонты. И вот вопрос, который вы задаете, многие задавали ему, Глеб Андреевич, а какая вообще, в чем смысл? Он говорил, подождите, вы не понимаете. Вот. Когда человек приходит, вот, когда человек приходит на рабочее место, и там чисто, светло, тепло, он обеспечен всей необходимой технологической одеждой, обувью, средствами, ну, вот, там, знаете, у монтажников перчатки, антистатические браслеты. И когда все вокруг человека красиво, у него отношение к работе совершенно другое. Настроение меняется. Это настроение, отношение к работе, желание достичь какого-то результата. А в конечном итоге все это выливается в качество продукции. То есть здесь такого явного эффекта нет, но вообще эффект от того, что на предприятии хорошо, он, я считаю, колоссальный. — Много времени вы отдаете работе в Госсовете Чувашской республики. Все-таки, вот, вы не жалеете о том, что стали депутатом? Что вы пошли в политику? Может быть, и не надо было, может быть, нужно было заниматься только своей основной работой, своим предприятием, бизнесом? — Нисколько не жалею. Считаю, что это колоссальный опыт, вот, прежде всего. Второе, хотелось бы отметить, что когда шла предвыборная кампания, я лично ходил по району. То есть я познакомился с людьми, понял вообще, какие проблемы стоят. А ведь проблемы, которые есть в округе, они касаются не только каких-то, вот, мы же работаем на заводе, потом уходим. И вот мы смотрели, что где-то половина заводчан, она проживает в северо-западном округе. То есть там, где непосредственно я избирался. А ведь каждый заводчанин — это семья, семья, то есть если возьмем половину, 2000 человек и плюс семьи, то есть можно говорить о цифре в 10 тысяч человек практически. То есть четвертая часть моего избирательного округа определенным образом связана с Эларой. Я думаю, даже цифры это намного больше, поскольку там у нас проживают и наши ветераны, родственники, знакомые. То есть и заводу не безразлично то, как живут, как идут дела в округе. И в процессе вот этой работы избирательной кампании, встречи с избирателями, говорю, удалось познакомиться, узнать о проблемах, приложить руку к тому, чтобы эти проблемы начали решаться. Ну, мне кажется, это одна сторона медали, а вот другая есть сторона. Хорошо, есть люди, которые живут в вашем округе, да, они к вам приходят как к депутату. Но при этом они знают, что у них не просто депутат, а у них депутат, генеральный директор одного из самых крупных предприятий у нас в республике. И, наверное, от вас ждут каких-то там шагов, каких-то поступков, может быть, даже материальной помощи какой-то ждут. Вот в этом плане не тяжело? Как к волшебнику к вам относится? А у Глов все может, у него огромный ресурс. И материальный, и, скажем так, ну, политический. Ну, такое вообще, как бы, имеет место быть иногда. Но все-таки мне бы не хотелось переводить депутатскую работу. Она, значит, состоит и в том, что я принимаю людей, у меня работает общественная приемная. Обычно раз в месяц мы смотрим, по записи есть. Запись, она проходит, значит, нету, переносим дальше. Люди приходят, просьбы разные. Вот вы правы, есть и просьбы о материальной помощи, и, ну, связанные с деньгами. И очень бы не хотелось вот все вот сводить в эту деятельность. В конце концов, ресурсы, они не безграничны, ну, и неправильно это. Вы очень много помогаете своей подшефной школе, школе «Надежда». Вот часто вы там бываете? Ну, вообще раз в год стараюсь там бывать. Ну, на протяжении вообще у нас и детская школа «Надежда», и у нас 20 детских садов на территории округа, 8 школ образовательных. Со всеми этими образовательными учреждениями у нас подписаны договоры о социальном сотрудничестве, партнерстве. Ну, и мы помогаем этим учреждениям материально, организационно, то есть поддерживаем. И опять же, наши заводчане, дети наших заводчан ходят в детские сады, ходят в школы. То есть мы, я считаю, делаем такую очень важную работу, которая помогает сделать, улучшить условия жизни не только в районе, не только для тех, кто проживает, но и для своих заводчан. Андрей Александрович, а часто вам приходится ездить в различные командировки, в том числе и зарубежные? В силу своей работы я являюсь руководителем, также генеральным директором Московского научно-производственного комплекса «Авионика». И вся, по сути, жизнь моя сейчас делится на две составляющих. Работа в Чебоксарах, работа в Москве на «Авионике». Чтобы было понятно, что такое «Авионика», «Авионика» — это предприятие с 75-летним опытом работы. И завод строился как серийный изготовитель систем управления, которые разрабатываются на Московском научно-производственном комплексе. Понимаете, это как вот, вот если представить человека, то голова — это «Авионика», а организм исполнительный — это завод. Вот такая связка. Вот вы сами поменялись за это время, как вы считаете? Вот, может быть, у вас есть свои такие личные достижения. Вы выучили там, например, несколько иностранных языков. Вы, ну там, еще что-то, может быть, какой-то новый вид спорта освоили для того, чтобы быть всегда в хорошей физической форме. Ну, еще там что-то. Научились водить самолет, например? Самолет водить пока не научился, хотя летаю много. С точки зрения по языкам, похвастаться этим не могу. А вообще спорт не изменен. Вот я уже со старшей школы ему не изменяю, я плаваю. Вот. А что касается вообще навыков, ну, вообще, конечно, изменился. Четыре года, я считаю, на такой должности они не могут ни для одного человека пройти бесследно. Человек меняется. Какие вот задачи минимум вы ставите для себя вот еще на ближайшую перспективу, скажем, на ближайшие три года? В дальнейшем наращивать объемы, развивать бизнес. Вот кому-то это может показаться, ну, как бы, ты же уже четыре года, не скучно. А не скучно, потому что постоянно появляются новые проекты, новые задачи. У нас, вот я говорил про московский научно-производственный комплекс «Вионика». Сейчас там идет масштабнейшая тоже реконструкция, обновление фондов. И мне хочется, я думаю, как любому человеку, который начинает какой-то процесс, хочется увидеть результат труда. Это знаете, как начинать ремонт квартиры, потом в нее не въехать. Наверное, как-то обидно, да? Поэтому хочется довести все до состояния полной готовности, полного расцвета и все это увидеть. Я думаю, в ближайшие три года мы именно этим будем заниматься. Андрей Александрович, спасибо вам большое за эту беседу. Ну, а мне остается только добавить, что сегодня у нас в гостях был генеральный директор ОАО «ЭЛАР» Андрей Александрович Углов. Всего вам самого доброго. До свидания.